Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске вышел в свет первый номер журнала Айдар Сим. 30-летие дипломатических отношений между Арменией и Канадой. Страны наладили крепкий политический диалог. Из забытых страниц истории западноармянская писательница Заруи Калемкарян в Чартарии, в Бердашене, Арцаховсе, Армянский фонд Айастан продолжает масштабные работы по водоснабжению. Мы поддерживаем свободу слова и мысли, Арисаналджи и RTTV. Российская спецслужба отрицает существование Армении. Испанское издательство выпустило книгу об арцахской освободительной войне. Платформа Дар Сим Ай, начавшая свою деятельность в Западной Армении, выпустила первый номер журнала Айдар Сим в сфере культуры и искусства на турецком языке. Скоро будет издана армянская версия журнала Айдар Сим. Работы в этом направлении продолжаются. Журнал Айдар Сим содержит обширную информацию об армянах Дар Сима, что также важно с точки зрения армяноведания. Мы верим, что прогрессивные люди, наши соотечественники будут поддерживать этот журнал. Армения и Канада 31 января отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Эти три десятилетия отмечены установлением прочного политического диалога между двумя странами. Несмотря на географическое расстояние, Армению и Канаду объединяют прочные связи и общие подходы, основанные на общих ценностях демократии, защиты прав человека и верховенства закона. Официальное признание Канады геноцида армян в 2004 году стало яркой демонстрацией этих принципов. Межпарламентские диалоги, парламентская дипломатия занимает важное место в двусторонних отношениях. Заруи Калемкарян, одна из первых армянских писательниц-феминисток, родившаяся в Западной Армении, оставила богатое наследие статей, эссе, воспоминания и стихов. Более века назад, когда армянский народ переживал один из самых мрачных периодов в своей истории, на арену вышли армянские женщины, взявшие на себя задачу воспитания и заботы о своих детях. Ранее бесправные женщины уже подняли голос, смело высказались о женских проблемах, основали журналы и газеты, дали образование девушкам. Одной из них была писательница, поэтесса и публицистца Руи Калемкарян. Сегодня никто не вспоминает о ней, а когда-то ее знали и любили армянские общины в разных уголках мира. Статя полностью доступна на нашем сайте. В селах Чарта-Рибердашен Мартунинского района Арцаха существуют проблемы нехватки воды. В обеих общинах всеармянские фонды Аистам продолжают масштабные работы по водоснабжению. В этих общинах, занимающихся в основном животноводством и земледелием, решение водной проблемы имеет очень важное значение, особенно после войны. Программа Ариса на Алджи «Мост Купрей», посвященная повестке Дня армянской общины, должна была выйти в эфир на RTTV 30 января 2022 года. В своей программе он обсудил влияние смертного приговора Ливона Экмекчана на турецко-армянское общество, осужденного за участие в перевороте 1983 года и казненного в 1983 году. Напомним, тело Экмекчана до сих пор не передано семье. Сотрудникам RTTV и Арису на Алджи были отправлены сообщения с угрозами. Ради безопасности сотрудников RTTV редакция приняла решение не транслировать программу. Армяне в Турции и оккупированной Западной Армении, в свою очередь, подвергаются нападкам. Статья полностью доступна на нашем сайте. Российская разведка Рейнгум, которая на прошлой неделе сообщила, что показ фильма о гитлеровском Горегине НЖД в России провалилась, продолжает антиармянскую истерию. После этого сообщение посольство Армении в России распространило заявление о том, что фильм был показан. Согласно Рейнгуму, в Российской империи, которая была разделена на губернии, Армения как таковой не существовала. Автор статьи утверждает, что советский период был периодом расцвета армянского народа. Агентство не упоминает, что российско-турецкий договор 1921 года был подписан еще в советские годы, по которому большая часть Республики Армения отдалась Турции и Баку. Россия продолжает ожесточенную борьбу с Горегином НЖД, которого связано с обороной Сюникской области Республики Армения. Теперь этот регион снова стал непреодолимым препятствием для планов Москвы и Анкары. В испанском издательстве Карена вышла книга, посвященная Арцахской освободительной войне под названием «На Арцахском фронте». Представлены наиболее значимые события в Арцахской национально-освободительной борьбе конца XX века и в следующие годы. Она начинается с операции «Кольцо» против армян Арцаха в апреле 1991 года и заканчивается четырехдневным противостоянием в апреле 2016 года, хотя по ним уже созданы десятки исследований и работ, логика всестороннего обсуждения темы подсказывает, что все еще есть эпизоды, которые нужно осветить. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!